Добрый день! Добрый день, уважаемые учащиеся! Сегодня у нас с вами еще одна интересная практическая работа определения общей кислотности молока. И проведу ее сегодня с вами я, учитель химии Дымовской Галины Линична. По результатам, то есть после изучения темы сегодняшнего урока, вы сами будете способны оперировать такими понятиями, как стандартный раствор, тетериметрический метод анализа, точка эквивалентности. Вы сами сможете экспериментально выполнять операцию по количественному определению кислотности молока и сможете характеризовать методы кислотно-основного тетрования. Но, внимание, прежде чем приступить к выполнению практической работы, нужно обязательно выполнить несколько шагов. И шаг первый – это изучить инструкцию к практической работе. Следующий шаг – повторить правила техники безопасности. Затем подготовить необходимое оборудование и реактивы. И лишь затем приступать к выполнению эксперимента. То есть можем выполнить эксперимент. По результатам эксперимента необходимо сделать рабочее место. И помните, что грамотный аналитик всегда после себя моет посуду и убирает рабочее место. Ну что ж, путь. Но давайте начнем все-таки с правил техники безопасности. Мы помним с вами, что выполняем только те опыты, тот эксперимент, который предусмотрен данной конкретной практической работой. Мы помним, что мы не имеем права оставлять без присмотра нагревательные приборы и установки. Также отработанные реактивы мы сливаем в специально предусмотренные для них сосуды, дабы не загрязнять окружающую среду, тем вылив в раковину. Ну и конечно же мы должны работать аккуратно и осторожно для того, чтобы не просыпать, не пролить и получить достоверный результат. Теперь давайте изучим методику. Кислотность является одним из основных показателей сортности молока, то есть какого сорта молока и характеризует его свежесть. Кроме того, кислотность учитывают при выборе режима тепловой обработки или направления переработки молока. Кислотность молока выражает в единицах тетруемой и активной кислотности. Активная кислотность молока зависит от диссоциации молекул кислоты и выражается отрицательным логарифмом концентрации ионоводорода, мы с вами знаем это, PH, выраженный в молях в одном литре и для молока находится в пределе 6,55-6,75 сотых значения PH. Так, например, в действующих ГОСТах и технических установках кислотность выражается в единицах тетруемой кислотности и для сопоставления с ними показаний PH для молока и некоторых кисломолочных продуктов имеются установленные усредненные соотношения. PH 6,72, 6,68 и некоторые другие значения, если вы хотите их все подробно изучить, установите урок и внимательно изучите все эти значения. Далее, показатель активной кислотности PH имеет большое значение, так как он обуславливает устойчивость многодисперсной системы молока, термоустойчивость. По этому показателю как раз и осуществляется контроль технологического процесса получения многих кисломолочных продуктов, таких как кефир, ряженка, топленое молоко и многие другие. Тетруемую кислотность выражают в условных единицах, к примеру, в градусах тернера для молока и молочных продуктов и в градусах кетстофера для масла. 1 градус тернера соответствует объему водного раствора гидроксида натрия или калия с концентрацией 0,1 моль на литр, необходимого для нейтрализации 100 грамм или 100 мл исследуемого продукта. Мы здесь с вами плотностью также пренебрегаем. 1 градус кетстофера соответствует объему водного раствора а также гидроксида натрия или калия с концентрацией 0,1 моль на литр, необходимого для нейтрализации 5 граммов сливочного масла или его жировой фазы умноженной на 2. Ну и кислотность свежевыдойного молока составляет 16-18 градусов тернера и обусловлена содержанием в нем кислых солей, белков и многих других компонентов, которые характеризуются как раз кислотными свойствами. Ну и давайте изучим методику, как мы с вами будем выполнять анализ. Методика определения кислотности молока заключается в следующем. Коническую колбу, то есть колбу для тетрования, пипеткой отмеряют 10 мл молока, добавляют 20 мл дистиллированной воды и 3 капли 1% спиртового раствора фенолфтерина. Смесь тщательно перемешиваем и тетруют раствором гидроксида натрия до появления слаборозового окрашивания, соответствующего контрольному эталону окраски, который не исчезает в течение одной минуты. Если происходит исчезание этой окраски, добавляют еще капельку щелочек. Предыдущую операцию повторяют до получения трех сходящихся результатов. Из трех сходящихся результатов рассчитываем среднее значение. И используя среднее значение, мы делаем необходимые расчеты. Ну что ж, давайте приступаем к выполнению. Итак, ребята, методику мы изучили. Приступаем к анализу молока. Чтобы не лезть пипеткой в пакет с молоком, мы с вами перельем немного молока в стакан. И это молоко будем анализировать. Мы берем 10 мл молока. Выливаем лишнее до уровня до одного. Напоминаю, на уровень глаз поднимаем. Помещаем 10 мл молока в колбу для тетрования. Аналогичным образом берем еще одну пробу. И затем еще одну пробу. Добавляем сюда. И еще одну пробу. И убираем в сторону. Анализируем мы обрезки от степи. В каждую нужно добавить по 20 мл воды. По методике. Для определения я поднимаю на уровень глаз. Теперь видно, что 20 мл воды. Мы выливаем в первую колбу. Еще 20 мл. Для определения уровня также поднимаем на уровне глаз. Во вторую колбу. И еще 20 мл. Отбираем в третью пробу. Теперь в каждую колбу я добавляю фенолфталиин. Так как там кислая среда, он окраску не меняет. Теперь убираем в сторону. Берем первую пробу. У нас здесь еще носик не готов. Вот мы подготовили. В бюретке заправлен раствор кислоты. Щелочи, простите. И сейчас я добавлю, опущу жидкость до нуля. Уровень жидкости до нуля. Вот у нас бюретка готова к работе. И можем приступать к тетрованию. Перемешали. Итак, теперь оставляем колбу. Напоминаю, что жидкость из бюретки, то есть щелочь, должна капать прямо в анализируемую колбу. И тетруем до появления розового окрашивания в течение одной минуты, не исчезающей. Вы видите, при добавлении кислоты, щелочи, у нас появляется розовое окрашивание и потом оно исчезает. Вот у нас есть розовое окрашивание, которое, как видите, при перемешивании, оно хорошо видно на фоне белой бумаги. И я смотрю на уровень 1,6 мл. Вот первая проба от тетрованных. Итак, ребята, давайте обрабатывать результаты нашего эксперимента. На первое тетрование у нас из расхода 1,6 мл щелочи, на второе 1,7 мл и на третье также 1,6 мл. Среднее значение 1,63 мл. И теперь сделаем необходимые расчеты. Мы с вами помним, что 1 градус тернера соответствует объему водного раствора, гидроксида, натрия или калия, концентрации 0,1 мл, необходимого для нейтрализации 100 мл исследуемого продукта. Мы же тетровали 10 мл исследуемого образца, а именно молока. Ну и расчеты следующие. Если на 10 мл израсходовано 1,63 мл 0,1 мл раствора натрий-ОН, то на 100 мл будет израсходовано в 10 раз больше. Это 16,3 мл 0,1 мл раствора натрий-ОН. То есть кислотность молока в градусах тернера будет составлять 16,3 градуса. Если вам нравится подтверждать теорию практикой, то мы вам предлагаем решить следующую задачу. Определите кислотность образца молока, если на тетровании 25 мл образца молока из расходов на 5,5 мл, 0,1 мл раствора натрий-ОН. Можно ли рекомендовать к употреблению такое молоко людям с повышенной кислотностью желудка? То есть вы здесь по результатам сможете дать какие-то рекомендации. Могут ли люди с повышенной кислотностью желудка применять, употреблять именно такое молоко? Что сделано? Расшифровываю задачу. 25 мл поместили в мерную колбу и оттетровали раствором щелочи, который был израсходован на 5,5 мл. Сделайте необходимые расчеты. А я на этом с вами прощаюсь. Мы вам желаем всего доброго. До свидания. До новых встреч.